Наконец-то дождались. Крымский мост. Красотища какая. Александр Пархоменко впервые едет по Крымскому мосту. Везёт строительную плитку из Москвы в Симферополь. Движение для грузовиков по Крымскому мосту открыли в полночь. Ну что, братья-дельные бойщики, готовы трогаться? Внимание! И марш! Вот он тот момент, когда мост, Крымский мост, начинает работать в полную свою силу. Когда работает уже без каких-либо ограничений. Теперь по нему можно передвигаться как на легковом транспорте, так и на грузовом, таком, как этот. До 40 тонн со скоростью не более 90 км в час. Это все ограничения для грузовиков, пересекающих Крымский мост. 20 минут и уже на другой стороне. За первые 9 часов по мосту проехало около 1000 фур. Вот и свежая молочная продукция из Краснодарского края с утра едет в Керчь. Я первый раз по этому мосту еду. Павел на рефрижераторе в Крым ездил нечасто из-за парома. Продукты могли испортиться в дороге. Теперь логистику выстроить гораздо проще и дешевле. Но с запуском железнодорожной части моста продукты в крымских магазинах станут еще дешевле. Изменения в ценовой политике произойдут после открытия железнодорожной части крымского моста. Железнодорога – это единственный вид транспорта, самый дешевый на сегодняшний день, который обеспечит быструю доставку любых грузов, соответственно, по сходной цене. Работу крымского моста проинспектировал и пушистый талисман «Кот-Мостик», который ранним утром проехался в кабине грузовика.